Российское историческое общество и Фонд Истории Отечества при поддержке Фонда Президентских Грантов провели конкурс краеведов, работающих с молодежью. Прием заявок от участников конкурса, учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников учреждений культуры, представителей общественных организаций завершился 1 августа 2020 года. Проект прошел второй год подряд, теперь его география увеличилась более чем 8 раз. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах нашей страны во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. Одним из наиболее активных регионов в Уральском федеральном округе стала Челябинская область. В 2019 году конкурс был объявлен впервые, и наша область, среди других пяти, стала пилотной для проведения этого, ну, скажем, эксперимента. Конкурс краеведов по работе с молодежью. Конечно, было непросто, было много вопросов, и по поводу экспертного сообщества и других, мы очень волновались, и нам хотелось представить область, ну, как можно лучше. Этот конкурс краеведов, работающих с детьми и молодежью, очень важен не только для самих участников, но и для их школьников, студентов, с которыми они работают, и, конечно, для всего краеведческого сообщества, не только Челябинской области, но и, наверное, всей России. С 1994 года занимаюсь краеведением по просьбе директора нашей школы Юрия Григорьевича Сипетерова, который предложил мне, тогда молодому педагогу, выбрать какой-то элективный спецкурс гуманитарного направления и проводить его со школьниками. Особенно я хочу отметить сайт Российского исторического общества, где эта информация была полностью представлена, ролики, контент этой работы. Вообще, это очень такой информативный, серьезный, хороший сайт. Мы благодарим за те материалы, которые там размещаются. Для наших историков это очень важно. И журнал Российского исторического общества «Воронцово поле», тоже великолепное такое издание, полиграфически, высочайшего уровня и в смысловом отношении. Вот это наша опора. Мы очень рады, что в этом году этот конкурс продолжился и была возможность принять участие нашим краеведам в этом конкурсе снова. Поскольку у нас очень много активно действующих краеведов, которые занимаются очень большой работой с детьми и молодежью, естественно, у нас очень много было и желающих принять участие в этом конкурсе. Три года назад в нашем музее появилась переносная выставка из восьмера лапок. Нам дороги эти позабыть нельзя. Она активно работает не только в музее школы, но и на городских и областных мероприятиях. Материал выставки был использован информационными стендами, расположенными в Саду Победы. Когда тебя оценивает общество, когда тебя признают лидером в этом важнейшем направлении работы с молодежью, мне кажется, каждый краевед, каждый представитель исторической науки почувствует необходимость своего труда, необыкновенную важность, но и, наверное, гордость какую-то за свою деятельность. Спасибо за организацию конкурса. Спасибо за то, что Российское историческое общество поддерживает педагогов, других краеведов, которые занимаются с детьми и молодежью очень важной работой по патриотическому воспитанию, по организации исследовательской деятельности. Я желаю всем участникам и всем коллегам из других регионов Российскому историческому обществу успехов. По итогам первого регионального этапа были определены финалисты, которые получили приглашение принять участие во Всероссийском фестивале «История Малой Родины. История Отечества». В ходе этого этапа прошла презентация работ перед федеральным жюри и распределение первых, вторых и третьих мест между краеведами в рамках каждого региона. Субтитры создавал DimaTorzok